Продолжение следует... 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 Возьми крест свой и следуй за Мною. Ибо кто хочет душу свою сберечь, тот потеряет ее. А кто потеряет душу свою ради Меня и Евангелия, тот сбережет ее. Ибо какая польза человеку, если он приобретет весь мир, а душе своей повредит? И никакой выкуп даст человек за душу свою. Ибо кто постыдится Меня и Моих слов, вроде всем прелюбодейным и грешным, Того постыдится и Сын Человеческий, когда приидет в славе Отца Своего со святыми ангелами. Толкование. Филакта Болгарского. Направляет речь главным образом против Петра. Ты не одобряешь того, что я беру крест, а я говорю тебе, что ни ты, ни другой, кто не спасетесь, если не урете за добродетель и истину. Призываю не на зло, а на добро, а потому, кто не хочет, тот и не достоин из сего. Что значит отвергнуться себя? Это мы пойдем, когда узнаем, что значит отвергнуться другого кого-либо. Это мы поймем, когда узнаем, что значит отвергнуться другого кого-либо. Кто отвергается другого кого-либо? Отца или брата или кого-либо из домашних Тот хотя бы смотрел, как его бьют и любивают Не обращают внимания и не соболезнуют, сделавшись чуждым ему И нам повелевает, так и нам повелевает Господь Чтоб и мы ради его презирали свое тело И не щадили его, хотя бы били или порицали нас Да возьмет крест свой, сказано То есть поносную смерть, ибо крест почитался тогда орудием поносной казни А как многих распинали и разбойников То присовокупляет, что с распятием должны иметь и другие добродетели Ибо это означает слова «следуй за мною» Так как повеление предавать себя на смерть показалось бы тяжким и жестоким То Господь говорит, что она напротив весьма человеколюбива Ибо кто погубит душу свою, но ради меня, а не как разбойник казнима или самоубийца В всем случае смерть будет не ради меня Тот говорит, обретет душу свою Между тем, как думающий приобреть душу, погубит ее, если во время мучения не устоит Не говори мне, что этот последний сбережет себе жизнь Ибо если бы он даже приобрел целый мир, все бесполезно Спасение нельзя купить никаким богатством Иначе приобретший весь мир, но погубивший душу свою, отдал бы все тогда, когда будет гореть в пламени И таким образом искупился бы Но такой выкуп там невозможен Здесь заграждаются уста и тех, которые вслед за оригеном говорят Что состояние душ переменится на лучшее После того, как они накажутся соразмерно грехам своим Да слышат они, что там никак нельзя дать выкупа за душу И мучатся только в той мере, сколько нужно будет, будто бы для удовлетворения за грехи Недовольно одной внутренней веры требуется и исповедание уст Ибо как человек двойствен, то двоякое должно быть и освящение То есть освящение души посредством веры и освящение тела посредством исповедания Итак, кто постыдится исповедовать распятого Богом своим Распятого Богом своим, того и он постыдится Признает недостойным рабом своим Когда приидет уже не в смиренном виде Не в уничижении, в котором являлся здесь прежде И за которое некоторые стыдятся его Но в славе и с воинством ангельским Преображение есть не что иное, как предзнаменование второго пришествия Так просияет в то время он сам Так просияют и праведники Аминь Спасибо, Христос, брат Братья и сестры Хочу призвать Читается Слово Божие Замерли все Никаких движений, никаких других дел Деньги, туда-сюда Бумажки читаем, чего-то вертимся Ну сколько можно говорить об этом Бог говорит Вдрогните Страха Божия нет О болящих Татьяна Кузьминична Игорь Тибунов у нас в больнице лежит Наверное, вы скажете Как в больнице Но снова попал он в больницу У него с кишечником снова проблемы Он же выписался Выписался Побыл дома недельку И снова на скорую увезли его В пятницу закрыли больничный А в субботу опять поступил в то же отделение В то же палату Да? Да Я ему позвонила Сергей у нас заболел у нас Болящий Калерия у нас Надя поподробнее скажет о калерии Ну а остальные те же болящие Сергей что, греп у него нет? Ну да, простой Простой Нина Васильевна очень болеет Тоже молитесь Это сестра Надежды Васильевны И Людмила, наверное, матушка А, ну и Людмила, наверное, матушка Я так понимаю Марина Дебунова Марина Геннадьевна тоже болеет У нее По тем симптомам, которые она сказала Вроде как отравление было Она просто отлеживается Его увезли Она не могла даже с ним поехать вместе В больницу сопроводить его Наверное, траве Нет, 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 там другое У нее другое совершенно Так что Тоже молитесь Ну а брата Игоря У него там подозревалась Подозревалась непроходимость кишечная Ну сделали колоноскопию Там вроде как получше Полегче стало А Марина-то мне позвонила Что повезли на операцию Я всем сказал, что на операцию Ну а потом поговорил с лечим врачом Ну с тем дежурным врачом Который занимался ему Сказал, что нет Мы пока ведем ее консервативно Без оперативного вмешательства Сделали колоноскопию Стало полегче Ну причины вроде как не обнаружили Пока вот такая Довольственная ситуация Непонятная Так что молитесь Что Господь ему помог А коллеги Как дела? Молитесь, лежите Еще будет лежать Сейчас Установлен перелом Да, все уже точно Компрессионный Вколоченный перелом Пятого грудного позвонка Пятого грудного позвонка Уже Ну теперь уже точно Дополнительное обследование Назначили Там подтвердилось То есть были сомнения По разным снимкам Теперь точно Ну все на домашнее обучение Ну тут, слава Богу Осталось всего два месяца Заучиться как-нибудь А там 1 сентября в школу пойдем Надя, а как она упала или как? Она прыгнула неудачно Приземлилась вот так На батуте На батуте? На батуте они сюда У нас возле дома Там открылся батут И вот они со всеми Одноклассницами Схотели У всех все хорошо Этот или как Или слишком прыгнула Или как-то Ну какое-то давление Не знаю, как так Но она даже не допрыгала Там часовой был абонемент Она только Чуть-чуть попрыгала И вернулась домой Она еще дошла? Дошла У меня она дышать не могла И все приемли По-моему Еще кого болящих мы не вспомнили Кто у нас нуждается в помощи Бог Николаевна Простите, но здесь все больных и больных У меня больная хроническая И нам технические средства ухода За ней выписали Подгузники называются Да дали такие подгузники Которые вообще Трудно переносятся Аллергия началась Теперь мы пойдем Чтобы это нам поменяли На другую продукцию Будьте дабы и помолитесь Чтоб распротивил милость свою К этому человеку И получить бы нам То, что мы Покупали полтора года Покупали, покупали, покупали Цены их растут Оформили через поликлинику Уже, чтоб бесплатно выдавали А выдали такое, что Ну не водится Не только по размеру Маленький размер Но еще и вызывает Обратные действия организма Третий Далее второй А у них о них Труд в труде очень много Поэтому прошу простить Но такая у меня тоже есть просьба В понедельник мы пойдем И в четверг С этими двумя Организациями надо встретиться Это главное МСЭ Медицинская комиссия Экспертизы Чтобы изменили размер А другая организация Где нам все это выдали Это медтехник Унитарное предприятие Чтобы нам заменили на другие По качеству памперсы Но прежде изменить размер Потом получить другой Как Господь устроит Не знаю Может быть придется Все это покупать И какую компенсацию С этого иметь Да поможет нам Господь И в этом важном деле Средство ухода Это тоже важное средство Слава тебе Господи Что мы с мужем благодарим Помогите Потрудитесь на это Надо идти попросту Еще у кого есть Какие объявления Просьбы Пожелания Благодарения Господу А за какого путешествующего Сергея молились Это Надежда Васильевна Просила А, Надежда Васильевна А кто Почему Более Сергей Поболеет Праздник Праздник Можно сказать Была я у Александра Ивановны И Валентины Ильиничны Вот у них сейчас Этот кассетный магнит Так он сломался Александра Ивановна И Валентина Ивановна Да Лежачий Кассетный сломался А дисковый забрали Они говорят Мы раньше слушали Хотя бы на дисках Там проповеди Что молитвы Акафисты А сейчас только вот этот вот Простой телевизор Она лежит и смотрит Вот простой телевизор Больше у них ничего нет Может быть у кого-то Есть дисковый Кто-то может помочь им И потом у них вот Уже сейчас такая жара У них там полный Вентилятор И не кондиционер И ничего Есть у них вентилятор Они говорят Очень жарко у нас Они не открывают окно Я прихожу и открываю Ну может быть Понятна просьба, да? Понятно Я зайду и И она еще говорит Я так всех жду Всех жду Приходите Ну а теперь о приятном Сегодня шесть лет назад Сегодня исполняется шесть лет Как нас с братом Игорем Рукоположили в чецы Так что помолитесь у нас Грижных Чтобы Господь нас миловал Чтобы мы исполняли Свою обязанность Как должно Чтобы не оказались Еще и в этом Виноваты при Богом Еще одно важное событие У нас Март вообще Богатый на Именинников У брата Алексея Сегодня Круглая дата Юбилей Так что помолимся Чтобы Господь ему дарил здравие Души и тело А главное Чтобы обрел Вечную Блаженную жизнь Многое лето Брату Алексею Многое лето Многое лето Многое лето Многое лето Многое лето Многое лето Депрессия А все христоси Христояли все Иван Техныш Исчерпались Говорите Сначала о чем говорили, вот говорили об одежде, как я понял, а до этого несколько раз приносили, мы запретили приносить. Мы говорим, одежда не нуждается, принесли потеряю, там уже завалили. Ну надо было заранее где-то оставить место, у кого что было. У нас просто приносят, откуда принесли, чего, и неплохая одежда, и мы не знаем, куда ее потом бежим. Она лежит день, два, год, но места-то не так и много. Это тоже необдуманно, все, второбдумать, и куда, и чтобы кто приносил, знал, и постирать, чтобы с этой одеждой еще худшую болезнь не заработать. Вот сегодня принесли тыкву, вот на столе лежит. Сначала разбирайся, кто принес, принес такой, это чья. На одного указывает, не моя, не моя, я говорю, кто знает, откуда, от незнакомых людей, неизвестно, что ты будешь есть-то. Это даже, ну, думать не надо об этом. Наконец нашлось, оказывается, человек свой, это ее лично тыква, она принесла, и теперь кому нужен, на столе лежит, забирайте. Нам отдельно подложили уже там на шкафу. И впредь, когда приносите, ни от кого не берите, только свое с огорода, если желаете. Вот батюшка привозит иногда, там, слезун, он сам рвет в степи где-то. Березовку привозят, наши сами берут. Вот я вижу здесь Веня, ищу, он в прошлом году мне целую пляжку привез, сам где-то набрал и привез, и я знаю, что там все чистое. Будьте осторожны с этим, потому что дары от кого неизвестно, не советуется принимать. Это мы читаем про Враама, говорят, чтобы не сказали, что она обогатила меня. Во-вторых, могут подсунуть такое, что ты съешь, а пища тебя съест. Я вот смотрю на такие мелочи, ну, у нас утром идет молитва открытая, в прошлом раз говорил, попросили показать, как молиться. Люди-то православные не знают. Кто желает, в 4.45, подсоединяйтесь к нам, прямо на Сергея Кубкова выходите в интернете. В 4.40 даже, ну, маленько попозже, потому что нас в 4.40, пока братья выйдут, зайдут и... Знаете как, вот когда смотрите, что, старайтесь себя представлять участниками этого события. Раньше, в 56-м году поставили фильм, но не русский, Кама Гридеши, по роману Генрика Сенкевича, это лауреат Нобелевской премии, польский. И теперь они заново экранизировали поляки, даже сравнивать не приходится. Ну, помните, Герасимов ставили, там, когда Елена Быстрецкая играет, там, Глебов, Тихий Дон. И теперь какие-то там мужеложники американские играют. Ну, стромотадно, даже смотреть не надо. Там, ты там находишься среди этих и сам соучаствуешь как бы в этом. И вот Кама Гридеши там показывают, как мучает христиан, фильм-то на христианской основе. Ну, и люди все кричат, радуются, там, львы, когда терзают, радуются. Но вот явно несправедливость. Быка специально пускают, и как Нерон, а даже сказал, говорит, если он победит быка, пускай живет христиане, пусть плодятся. Но он победил. И он налево-направо, все советники показывают, вверх палец. Дать жизнь осужденному, там богатырь такой стоял, второй, третий, а он раз палец вниз, но уже не получилось. Началась бойня здесь с теми, которые были, перерезали всю охрану. И вот вы вообразите, что это вы там. Вот тогда оно у тебя живое действие. Кто этот бык? Может быть, у него на этом быке генеральская погона, архиерейская панагия, которая все будает и разваливает. Ну, маленько умом туда надо проникнуть. И которые, ну, там, Марк Венеции, он говорит, смотри, настроение народа меняется. И народ-то весь, уже все стали палец вверх, вверх, дать жизнь. У нас меняется настроение по отношению к нам. Я не просто так говорю. У нас очень сильные нападки, и в основном это священство, лживое на сто процентов. Но это означает, за нами ничего нет, зачем бы они придумывали. Тем более, меня брать голыми руками можно. Вот они выходят, аватар. А что это такое аватар? Это означает, фотографии нету. Он или ставит какую-то чужую машину, там, или еще что-то, храм. Ник. А что это такое? Его имени нету. Он придумает цифры, разные знаки ставит. То есть без имени, без всего, священное писание показывает. Это демоны. И жития святых об этом говорят. Это демоны. Ну, нечистая сила, которых Лев Толстой называл черти. И они много пакостей делают. Но наша работа-то идет. Ну, меня чего же не брать-то? Вот выступает любой священник. Он сидит под часами. Так и называется, под часами. Он сидит. Там говорит, все время припевает, хлюпает. Смотреть даже неприятно. Ну, какой ты огненный, да когда все время хлюпаешь. На два сиденья растелешится, один сидит. Это наше, православное. Ему говорят, а там вот баптист, а то другое. Он совет дает. Это все в открытую выставленную в интернете. А что вы смотрите? Берите кирпичи, бейте им окна, ходите. Его же немедленно надо арестовать в студии прямо. И кто это говорит? Смирнов, отец Дмитрий. Правая рука патриарха по разным силовым структурам. На его совести тысячи убитых. Кого благословляли в Чечне. В Афганистане там кто? Я не знаю, тогда был он или нет. Там в Чечне точно освещали танки-танкетки. И как будто никто не видит, ни одного слова не могут сказать, что это враги, враги Божьи, враги их церкви православной. И везде написано. Самый наглый за мировую историю поп. Такие названия роликов-то. И мы говорят, вот ходят люди креститься. Что? Ходят, ничего не знают. Ну хоть деньги с них взять. Это открыто говорит. Абсолютно бессовестный человек. Священник. Я говорю то, что в интернете можете сегодня зарядить и посмотреть. Самый наглый поп. Зарядите, он сразу выскочит. С рогами и с хвостом. Ну маленько, хотя гляньте, что делается-то. Ну, много против нас. Но настроение, говорит, меняется. Потому что видит несправедливость. И вот в интернете, у нас большая работа там. Приходят люди. Мы сколько в интернете всего смотрели. Вчера приходит один из Германии. Сначала пишет по-немецки. Ну, для меня я все прочитал, потому что слишком легкий текст. Не тяжелый. А дальше пишет по-русски. Как мы искали. У нас отношения в семье изменились. Отношения детей. Все смотрели. Впервые мы нашли то, что и православное, и чтобы там была жизнь. И признавать свои ошибки. И помогать другим. Они не видят никаких недостатков в нас. И таких людей очень много. Дело в том, что выступает иногда, выступает священник. Павел Бачков. Кто он такой? Профессор. Сам в семинарии какой-то. Доктор богословия. И печатает статью в алтайском журнале, в студенческом, покров. И как называют? Две общины православные, которые остались за зарубежной церковью. Это уникальные общины. Слово уникальное все чаще мелькает теперь в прессе. Они видят, мы с места не избегаемся. Искали литургию. Говорят, первый раз увидели, как слушаться по-настоящему. Какой порядок. Как люди знают, поклонницы, как исполняются, как хористы поют. Это не моя оценка. Это совершенно... Ко мне никак не относятся. Просто семинаристы мне местные скинули мне материал в нашей газете в покрове. Там номер 14, страница такая-то. Ну и правда. Теперь, какие отзывы дает митрополит о нас? И не куда-то запросила русская народная линия. Это очень известный такой, сказать, ресурс православный-то. И он дал с печатью, с подписью митрополит Сергий Иванников. И это сейчас по интернету везде распространяется. Что вы говорите? Посмотрите, митрополит. Да это такое, вроде его зазомбировали, совершенно бешеное. Бешеного быка выставляет. А он... Вот тебе и кама грядеши. То есть, куда идешь? Вы делаете свое дело. Следите больше всего за собою. Трудитесь. Вот я сказал, мы молимся в это время. Вы желаете? Зайдите. А кроме того-то, сколько... Что святые о молитве говорят, я вступление делаю все время. Как по житиям святых, это вы не услышите нигде больше. Этого нету нигде. И у нас уже 21 ролик, ставим только утреннюю молитву. 21 день. Люди просили, мы сделали. Ну, собственно, осудительных нет. А только как же Господь говорил, тайна, молитесь. Ну, тайна, молитесь, тихо, не в храм никуда. Забейся под лапку и сиди там. Тайна означает на углах улиц и ждали похвалы. Ты что не считаешь дальше-то? Они похвалы ждали. А какая мне похвала от этого, если вы на меня нападаете? Люди не знают, как перекреститься, поклониться. Это необходимо дать. Мы расширили стены. Пока есть возможность, заходите. А то прихлопнут в один день. Все выкрутят, что это электричество. И ничего нету нигде. Дальше. Сегодня говорили отвергнись в себя. Считали. Возьми хрест, следуй за мной. На первом месте это стоит. Самое главное. Следовать за Христом все секты, все желают следовать. И быть в районе все желают. Рад бы в рай, да грехи не пускают. А вот первое. Отвергнись в себя. Я сколько уже раз говорил на эту тему. И вижу, не сдвинуть. Лень. Себя это значит я. Своего я отвергнись. А свое я ты-то больше всего и забыл. Какое он есть. Ну ты себя знаешь или нет? Да я не знаю, как с меня это вырвалось. А, не знаешь. А здесь как ты поднял на руку, на ближнего своего ударил. Да я не знаю, у меня... Ага. Значит, ты сам себя не знаешь. Вот напиши, что я из себя представляю. А как узнать? Как родился? Что говорили родители? Какое мое было детство? Когда у меня был искренний вызов на молитву. Когда я ночами молился. Когда я любил Слово Божие и никуда без него не шел. Я говорю, у тебя сумочку вырвали один раз. Вырвали с деньгами, с ключами. Ну положи туда Евангелие 2. Когда вырвут, хотя бы почитают. Ну маленько-то думайте. А думайте. Ты себя узнай. Запиши это все. Посмотри, какова твоя биография. Ничего не скрывай. Для себя напиши. Как ты учился? Кому ты о Боге рассказал, когда ты студентом был? Какие у тебя пирожки были? Какие встречи до этого были? И вот сейчас вышел один фильм. Как его звать этого Сибирякова-то? Не Евгения? Иннокентия или кто он? Иннокентия. Фильм так и называется. По-русски зарядите. Иннокентия Сибиряков. Это поставили православное. Там не показывает, но очень сильно поставленное. И дальше. Он говорит, я кажется волен. Или как он называет? Я страшно богат. И действительно, он богат неимоверно. По-нашему-то сегодня много миллиардов долларов у него. Его отец на золотых приисках владел пароходами. И он тоже. И он неудовлетворенно считает эхлисиастов. Все это останется. Суетая суетая. И ни одного человека, евангельская вера ему не встретилась. И фильм поставили. Ну, минут, может, 45. Каких подобрали артистов. Как они играют. Как говорят. И у него одно только. Войти в монашеский чин. К нему кто не пришел. Он деньги дает. И деньги если дает тысячи, то это означает сегодня, автор говорит, перевести на наши миллионы. Его начинает судить прокуратура, возникло против его дела. Так деньгами не распоряжаются. Это значит какая-то революция будет. Миллиардами. А он что, в основном учебное заведение, студентам общежития построит пенсии, назначает одна там археологическая где-то что-то экспедиция. Дальше. На монастыри, на храмы новые. Он жертвует. И прокурор говорит, вот выступает женщина, выходит монашка. А в чем вы? Это обвините его. Да ни в чем. Ну понимаете, вот он пришел и дал нам 145 тысяч. Это 145 миллионов. Ну же деньги. Ну и что, вы на его лицо посмотрели? И лицо у него хорошее. Он с бородкой такой, видный представительный рот такой. Видно, породистого артиста нашли здесь. Сыграть такую роль. Это не 17 мгновений весны. Здесь именно на душе, как написано, как будто у него. Я подумал, такие деньги. Вы подумали, что ненормальный какой-то? Да я не знаю. У него арестовали счета. Начинается. Все опечатали, ничего не дают. Проверить медицинская экспертиза. И его там проверяют. Один раз, второй, третий. И, наконец, люди вступаются. Газеты печатают. И считают об этом Александр Третий. Он заинтересовался, спрашивает, кто у него секретарь. Что у него? За что его судят-то? Ну, деньги такие, как бы революция. Какая? То есть он революционеров поддерживает? Да нет. Он глубоко верующий. Император говорит, хотел бы я с ним поговорить. И дальше будет у него встреча. И он высказывает желание быть монахом, как отец Сергия Ильва Толстого. Уйти в монастырь. И показывает самый огромный храм, который стоит на фоне им построенным. Ну, а дальше чисто православное. Проходит время, он лет 50 умирает. Какой череп? Там черепа стоят. А у него череп особый блестит. Ну, тут уже волхвование начинается. И вот его готовится канонизация. Это реальный человек. И вот посмотрите. И вот дайте. Ну, я попросил в интернете. Некоторые отвечают правильно, а другие просто восхищены. Он никому не отказывает. И показывает. Он на втором этаже, а внизу там дети, малые приходят. Каждый день примерно 400 человек обращаются за помощью и всем помогает. И он говорит, я не могу обеднеть никак. У него большая прибыль все время идет. Он не может обеднеть. Вот надо увидеть и хорошее от него взять. Ну, сейчас слышали какое-нибудь. Попросите с кем-то, посмотрите. Скажу, что подобного фильма, это даже с островом нельзя связывать. Истинное православие. То есть мертвый тупик. Самых лучших людей загоняют. А если бы Евангелие раздал? Переводчики работали. Благовестники пошли. Ни слова. Апостола-то куда это девали? А он называет на приисках, которые работают. Эти люди для меня, он такую высокую пенсию назначает. Ну, где бы ни услышал, там бараки, дома строят. Больницы, при зрении больных, все перечисляет. Судья перечисляет и деньги сколько. Скажите, нормальный человек делает, а нет, там, который сядет. Судить его надо за это. Его же деньги он тратит. Он знает самого себя. Отверглись себя. Вот он вставил перед собой задачу. Вы себе поставьте за неделю. Ну, выберите время. Помолитесь утром и скажи, а кто я? Вот о Христе говорили. Кто сей, что ему подчиняется и море, и волну бурит? Кто сей? Как ты реагируешь на болезнь ближних? Особенно с детьми я немножко сегодня говорил. Учите их порядку. Какому порядку? Как у немцев. Немцы. Вот об этом Лесков пишет. Он маленький, а ему дали задание. Пёрышки, которые в ограду залетают, собирай пёрышки. Он всё время собирает, и уже подушка. И тогда ему дали денег, сколько теперь в банке у него счёт растёт. А у нас с армии вернётся, ещё года полтора ходят в зипуне армейском шинели. У него ничего нет, переодеться не во что. А у этого и есть. Какая точность у этой нации. Какая забота о поколении. Любой родитель, там какой даун или что-то, у нас он никуда. А его учат и учат и учат. И надежды никакой. Научили его, наконец, приклеивать что-то. И он радостный, пришёл. Я там помогал больным, дедушке, бабушке. И комнату наклеил. Там обои. Для него это уже больше, чем Королёв и Курчатов. Отверди с себя то, что ты узнаешь. И покажи минус. Минус. Начинай бороться. Златоуз говорит, начинай каждый день, каждую неделю что-то из себя вычёркивать. Это у меня больше не будет. Этого не будет. Не так вот, поели, маленько погодя, опять к холодильнику. Ну сколько? Старики-то больше ничего нет. Телевизор, туалет, холодильник. В этом треугольнике они мотаются. И поэтому, по царости, никакой памяти, ничего нет. У меня тоже память ослабевает. Вчера брат подошёл, говорит, крестовозил, поклонный день, там надо крест. Я вчера его видел, как он брал, и нигде не зафиксировал в голове. Я за собой вдруг заметил, я тоже забываю. Для меня это просто, ну, как же так-то? И сегодня подходит, и сам подошёл, ещё утром крест приложить, а его нет. А он там на налойе лежит. Я подумал, наступило время попросить, чтобы молились. Теряю память. Не места описания, ничего не забываю. А крест вчера взял, на моих глазах я забыл. Как же так? Для меня настолько это странно. Отвергнись с себя. А крест взять, это то, что Бог даёт. Болезнь, страдания, надо исследовать. Вот человек заболел, что у него? Желудок. И звонит мне человек. Не звонит, а вчера мы созвонились. Я сразу говорю, каждому говорю. Похоронят тебя, где тебя никто не найдёт. Дай завещание, чтобы потерявки похоронили. Там батюшка панихиды справляет. Рядом мы ходим, молимся за ягодами. Мы зайдём на кладбище, помолимся. Он-то лежит там, больно ему. Ну, я и говорю, ну, килограмм шестьдесят лишнего веса сбросить тебе надо. Там, желудком ты не управлял, а теперь поневоле не поешь. То есть, надо заботиться. А чего это? Вот у нас дети купаются. Без крестного знамения никуда. Три раза поклониться, потом идут. И там попросить. И один человек из наших детей, ничего не спрашивая, не по пирсу идёт. Слушайте внимательно. А сбоку, в стороне совсем, прыгает в воду, разбежался и в воду прыгнул. А там дерево растёт, от него упал сучок. И у нас сучок ногой. И теперь мы даём ребёнка с повреждённой ногой. Было такое? Было, то есть что, недисциплина. За всё время, за сорок пять лет, один человек только без разрешения разбежался с берега и прыгнул наобум неизвестно куда. Это родители вина. Я исследую себя и говорю, почему же я не предупредил-то? Меня там не было. Ребёнок, ладно, что там грязь не попала. Заражения не было. А если бы тонут, в основном, проще. Из-за чего? Не дали нужного воспитания. Вот отвергли с тебя. Вот у нас сегодня подарок принесли. Так, Юра, я попрошу, разверни там это всё. Вот это. Вот это? Да. Я не знаю, это... По любому надеждённому нету? Она ушла. Она ушла. Так, я сказал ей сегодня, я говорю, это тебе конкуренты пришли. Смотрите. Вот, бери по одной, разворачивай. Кто-то возьмет, и перед ними покажите плакаты. Притом, с обратной стороны, если убрать там, то она клейкая. Считали. Смотрите. Так. Из библии. Кому надо, говорите, дома, чтобы украсили дома. Подняла руку, дай ей. Всем надо. Да. По порядку. Второй бери. Так, быстро давай. Так, в первую очередь, берут те, у кого дети есть. Так, у нас ещё дома есть. Так. Царство небесное близко. Подай сюда. Вот, Алексей Пантелеев. А мне ещё не берут. Так. Теперь другой берите. Открой, чтобы не было. Не выращивай, чтобы считать можно было. Так. Кому? Так. Вот сюда, передай сюда. Кому? Не Алина, не Алина, не Алина. Отдай. А тут ужасно. Мне тоже дайте. Так, следующий. Так, открывай. У кого есть здесь? Ну, пойте, смотрите, сердце. Кому дай? Атонине, передай. Вот. Найдите такое хорошее место, удобно, чтобы у вас было. Следующий. Считайте. Покайте. Спецарство небесное. Преоблите вас. Кому дай? Вот сюда. Дай мне вот сюда. Можно взять по три. Боже, как говорится. По три можно взять. Дай сюда. Алина, у тебя есть уже? Нет, сердце. Людмила Николаевна, держите. Не сомните. С обратной стороны отберете, и там клейка. Вы все показываете, куда идете. Все показываете. Вы все. Поднимай. Грех живет в людях. Кому дать? Вот это и есть отверг без себя. Берите. Смотрю на все слиты. Возьмите внуков. Давай. Я Виктору Андреевичу прислепила. Виктор Андреевич. У нас один грешник нашелся. Дашкайся. Конец всему близок. Ох, как это по-русски. А вот это что-то вы показываете? Это моё. Нет, я понимаю. Кому дать конец, чтобы о свете помнили? Вот, пожалуйста, дай себе, Наталья. А это где взяли? Это я. Это очень полезно. У молодых. Следующее. А все уже что-то тут быстро так сестры разобрали. А вот еще. Надо бы как стать надписью. Ну-ка, скажи, кто взял без разрешения. Они показаны все. Вот, последние. Бог вложил вечно в сердца людей. Откуда взят? Это вольный такой камер. И переводом сокращенно. Экклиссерство указано. Аня, дроботом дай. Дроботом можно дать? Кому? Дроботом дай. Необходимо просто. Дай сюда. Только не перегибать ее. Да-да-да. Друбочка нести. Разрезать. Я говорю, у нас еще столько же есть. Депутеревки отдельные. Это все дали. Молитесь за тех, кто делает. Это недаром делается. А кто делает? За кого молитесь? Привезли, видимо, из Москвы. Только за перевозку там платили. А остальное не платили. Я не знаю кто. Так. Ну, маленько расшевелили. Так. Ну, ну, все на этом. Виктор Андреевич. Виктор Андреевич, можно я слово тебе? Да-да. Успокойка покажется. По поводу вещей я добавлю. Вот Игнатина, ты же, говорит, приносит. Тише, тише. Вы уже говорили об этом, но давно не напоминали. Что вещи приносит? Кто? Кому? Ничего не понятно. Мы тут один раз год искали, чья сумка кому оказалась. Новые штаны лежали. Валентина принесла для Володи и Никиты. Они ей там что-то помогают. Новые синтепоновые зимние штаны. Уже думали, ну, кому-нибудь пристроить их оказалось. Не подписала. Положила. Где-то заткнули в угол и все. Подписывайте, пожалуйста. И не превращали в склад. Ни там, ни там. Вот эти каретки носят. В каждом углу каретки. Контейнеры, банки. Кто-то книги, журналы. Подписывайте, отдавайте конкретно. Я принесла Галине ее ребятишкам. Например, да. Все. Галина, что хочет, ими уже дальше распоряжается. Себе, либо передаривает, либо еще. Ну, когда не подписаны, мы боимся трогать. А это все лежит на полках и везде. Игорь выносил, выносил. Сейчас опять уже. Это чье не знаем. Это чье не знаем. Это чье спортивный костюм. Не знаем. Ну, держи. Подписывайте, пожалуйста. Не подписывайте. Я конкретно принес, отдал. Ну, бывает такого человека нету, например. Ну, есть же бумажки, ручки, оторвите. Там, не знаю, что-нибудь. Кому-нибудь скажи. Подпиши, Галя, подпиши. Это для Надежды Васильевны. Тише. Можно сказать? И еще, сестры, кто убирается, там на пылесос переходник. Имейте в виду, сейчас попроще будет включать. А, хорошо. Так, я сегодня детям говорил это. Вы дома предупреждайте. Где они бывают? Вот у нас здесь ничего не ломать. Ничего. Не рвать. Вот в прошлый раз ушли, и елка, одна елка, прекрасная, шикарная. Столько веток наломали и бросили. Если бы взяли себе тут, ну, можно было, да нашли бы елка. Мы ее не садили, нам Господь ее дал. Ну, как это, я получил эту местность-то. И набросали, везде валяются. Один раз тут у нас, ну, растут одуванчики. Просто прекрасно. Гляжу, девочка ходит, большой букет. Все сорвала, тут же бросила и пошла. Ну, какой смысл-то тогда? Ну, люди могли бы ходить, у нас у лагеря, там нельзя ничего было рвать. Поэтому, это от вас зависит. За дверь, за ворота не выходить. Закрыто здесь. Это вроде бы у нас налажено. Грязными ногами на скамейке не заскакивать. Стол стоит. Раз заскочил. Зачем? Все, слез обратно. Это занимаетесь вы. Я в лагере 45 лет трестся над детьми, и фактически ни одного повреждения не было. Вы сами смотрите. И когда говорят, помолитесь, думаю, что необходимо говорить, что за болезнь. Священное Писание об этом говорит. Мальчик несет обед, отцу и солнечный удар. Ну, считаем мы, при Иолисее было как. Ой, голова моя, голова. И к вечеру помер. Почему без головного убора? Когда южные страны завоевали, там колониями сделали, думали, какие шлемы сделать. Наконец сделали пробковые. А тамышние кучерявые. А они ничего на голове не имеют, и солнце их не бьет. Вот северные народы. Им только дай один раз выпить стопку. Дальше уже неостановимо они идут. У них этого нет. А грузины, они за стол не сядут без вина и живут больше 100 лет. Почему? Норма, вовремя. Вино оно на пользу человека сотворено. А глупому на погибель. Я говорю к родителям, которые, может быть, и занимаются. Я не хотел просто ткнуть так, сказать об этом. Хотел сказать об языке еще раз. Вы когда молитесь, то благодарите ли Бога, что нам язык дан. Что уши даны слышать. Вчера я в интернете увидел, она выступает, врач там ухо, горло, нос. И говорит, вот такие есть, бывает, ну, как вот, шариковая ручка, на стержне. Ватка нам, вот она, продают. И она показывает. Мне подарил тут, брат. Ни в коем случае в ушах не крутите. Это серу заталкивает. Она показывает это выделение серы. Какую роль она играет, какого цвета бывает. И когда человек жует, говорит, челюсти, это помогает мышцам двигаться. И она выделяется сюда. Вот эти, которые есть, а только снаружи. Вот эту, у раковины, где есть. Не заталкивайте туда. У меня было однажды, врачи вытащили пробка, которая там уже оказалась, где нельзя ей было быть. И она это все подробно рассказывает. Сколько к ней приходят людей. Ну, до 40 человек в день приходится принимать. Ну, маленько каков-то надо рассказывать. Я и сам кое-что вчера новое там увидел. Для чего вот это есть. Мне дали, они лежат. Может быть, они и нужны. Оказывается, нужны только на наружные. И вот я говорил об языке. А некоторые сказали, об ушах закончить. Вы знаете, когда человек растет, у него вместе с ним растут глаза. Ну, такие большие глаза дай ребенку-то. Младенцу. Как он будет? Нос. И все синхронно, все идет с возрастом одинаково. Все, кроме одного. Одного. Это что? На наковальне и молоточек в ухе. Не растет. А почему? Если бы он рос, тогда бы голос матери уже был не такой. Я пришла без мужа. А было бы. Я пришла без мужа. Вот такой бы голос был-то, как тяжелый колокол било. Это кто ж так мудро-то сделал? Все растет. Кроме наковальни и молоточка. Я тоже узнаю это новое. Ну, тут доказывать не надо. Понятно, что это именно так. Как оно могло само по себе? Никак. И где в ухе, мы даже не видим. Вот уже медики с хорошими сознаниями все это открывают нам. Я говорил об языке. Вот когда молитесь, есть такая графа. Слава Отцу и Сыну и Святому Духу. Это ангельская песня. И ты задумайся о чем. Давид говорит, Господи, как дивно я устроен. Я устроен. Зародыш мой. Видели очи твои. Зародыш. Какой он был? Что это только? Головастик какой-то? Видели. И в твоей книге записаны все дни для меня назначенные, когда ни одного из них еще не было. Это для всех людей. И когда ни одного человека на земле не было, не было в начальных пылинах вселенной, я перевожу как молекул. Сегодня можно так сказать. И Бог уже все определил, как это будет. И придет Сын, и где мы будем в вечности. Как мы должны Богу благодарны, что все это можно выразить словами. Представь. Изгиб языка. Вот сейчас я когда говорю, смотрю на него, мгновенно меняю тему. Язык успевает подвергнуться, и может еще намного быстрее, как с короговоркой. Ехал грека через реку, видим грека в реке, и рахнул. Язык подставляют, и все понятно. Язык. Но есть еще язык знания языка. Знание языка дал Господь не всем людям. Иные только поверхностно знают. Я что-то знал. Там меня считали знатоком. Но на самом деле я мизерные знания имел в языках. Я разговаривал с немцами, с англичанами. Но это мизерное. С тем, что знали такие, как Хвольцин Давид Аврамович. Как Герасим Петрович Павский. Как архимандрит Макарий Глухарев. Которые переводили в Библию на родной русский язык. Мы каждый день молим Бога, что Господи, какие у тебя труженики были и перевели. Незнакомое, неведомое сделали доступным. Ну, запечатанное, язык это, незнакомый. И они его знали. Вот моли Бога, что у тебя память есть. И что Бог не отнял разум, о чем молиться. И что сотворил тебя премудро, ты каждый день это Богу говори. И как вокруг нас какие обслуживающие тут животные, птицы, насекомые, цветы. Это все его благодейшая десница Божья. И тогда эту песню торжествующей любви будешь петь. И мне дал жизнь. Дал жизнь. Одну неповторимую и уникальную. Каждый человек, он неповторим, если он в Боге живет. А там, где люди не знают Бога, там как мусором щепки несет весной и все. Я говорю о молитве сейчас. Наполните молитвы свою благодарностью. И словослоем. Вот у нас объявляет отдельная сестра. Она только больных. А где вторая сестра или это же самое. Где, чтобы выходили так, хочу поблагодарить Бога. У нас редко так бывает. Но бывает. Вот молились, и он был в трудном путешествии. Один там, без, ну, дальнобойщик. И машина застряла, разогревала, вспыхнула. И сам весь огнем загорелся. Вы живой остался. Это Надежда Васильевна, племянник. Ну, теперь мы Бога благодарим. Местные МЧС подняли. Они туда, там где-то. Он один замерзает в степи обожженный. Спасли. А вот третья ступень славословия. Славлю тебя, Господи. Почитайте, сколько раз псалтыри в одной. Давид, гонимый, заброшенный. Предатели вокруг. Тесть за ним гоняется. А он, Бога славит, смотрит на Луну. Луна и звезды. Хвалите Господа. Он вспоминает все вокруг. Горы и долины. Хвалите Господа. Воды, девы, юноши. Престарелые. Колено все перечисляют. Он там эту тайную пещеру в ночи наполнил не храпом спящего Саула Тестя, а молитвой, которая сделала его самым известным поэтом за всю мировую историю. И там он где-то, где-то написал то, и все не сохранилось. На чем он писал, когда кроме оружия ничего не было. И в памяти сохранял. Не до того охота узнать. И он писал эту книгу, словословие, хвалебную песнь, называемую «Псалтирь». Богу слава. Я, братья и сестры, хочу опять о старом и наполевшем сказать. Столько времени прошло. Осталось до лета чуть-чуть. Собрали всего 34 тысячи. Три дома. Вы понимаете, в наше время цены? 34 тысячи. 134 тысячи. Собрать, и то, наверное, не хватит. Ну, что? Ну, плиты, наверное, из стиральной машины. Две плиты, одна стиралка. Надо купить. Все. На мультиварку можно купить. Вытяжки. Ну, это дети. Давайте пост маленько отделим от себя. Чуть-чуть. Поднажмем к лету, чтобы все закупить, заготовить. Там же, ну, все надо. Не утвори никакой, ничего. То, что можешь, давайте маленечко. Ты собираешь. Еще у кого есть слово? Не язык только, Господь, смотри. Доволь раз палки в колесах. Это мне только саможалование. Тихо. Сейчас, сестры. Чуть-чуть. Тихо, тихо. У меня небольшое объявление. Дело в том, что мы каждое воскресенье выходим на благовестие с братьями. Сестры? В это воскресенье получилось так, что брат Игорь, я вот за него молюсь, чтобы Господь его исцелил. И он мог дальше помогать нам в деле благовестия. Потому что проповедники Евангелия-то у нас почти никого и нет. И вы, я не знаю, что-то сдали. Многие ходили раньше. Сейчас ссылаются на свою старческую болезнь и так далее. Я думаю, с полчаса-то походить с нами могли бы. Это лень наша обычная. Вот. А второе. Сейчас вот Сергей заболел, простыл. Вот, например, сегодня я один вообще остаюсь. Так что призываю все, кто может сегодня, хотя бы на часок выйти в Евангелие раздавать вместе со мной. Так что и молитесь, чтобы Господь это вас возбуждал в вас. А если не будете молиться, ничего и не будет. Разрешу, я добавлю. Кто в прошлый раз говорил, дайте нам свидетельство, чтобы закон яровой не душил. Поднимите, кто получал. Еще. И мы не должны сильно вас уговаривать. Вы сами знаете, это налагает на вас возможность пойти. И вы между собой теперь устроите конкурс. Двух человек выберете. Действительно, кто-то не может. Мы получили-то не двое. Ты тоже получил. А, ты деревенская. У тебя все благовестие там. Ага. Ну, в общем так. А то я пойду, если ты на пылье пройдет. Еще объявления, просьбы, пожелания, благодарность. Завершаем. Значит, еще, как обычно, трапеза и духовная трапеза занятия. Можно ясно? Не знаю, будет сегодня вечером у Сергея это купковое занятие? Не знаю. Но утром он выходил, на утреннюю молитву был, собирал. Виктор Андреевич, можно? Да. Виктор Андреевич сейчас сделал замечание. Сделал замечание по делу. Когда Игорь начал читать Слово Божие, мы тут с Леной стали отвлекаться. Вы нас простите ради Христа. Да, Бог простит. Лена, что-то прочитайте, так, подальше. И я ей вроде помочь. И между нами вот получилось вот такое. Простите, кому мы подали совлазу. Больше не будем, да, Лена? И меня тоже простит. Да, Бог простит. Ну, понимаете, не возвращайтесь на свою... Мы сказали, больше не будем. Ошибку. Да, ошибку. Молимся. Благодарим Бога. Достойно есть всякого истину. Вложите Тя Богородицу. Господи, благодарю Тебя, Господи. За все тревоги, скорби, печали, болезни. За все Тебе слава, Господи. Благодарю Тебя. За услышанные и неуслышанные молитвы. За Твое долготерпение. За Твою помощь в наших земских делах. За тихое и мирное житие без войны. За благостарение воздуха. За насыщение хлеба насущным и Словом Твоем Святым. За друзей и врагов. За солнце, луну и звезды. За тихую погоду и ветер. За дождь и снег. За тепло и холод. За память и разум. За все чувства. Зрение, слух, обоняние, вкус, осязание. Да все Тебе слава, Господи. За все Твои меликие милости к нам. Не оставь и престь нас милостью Твоей. И Вячеслава высылаем Отцу и Сына Святому Духу. Ныне пресняю в веки веков. Аминь. Аминь. Сестры, кому нужны вот такая царь? Хоть какие-то чехольчики сшить. Какие-то маньяки. Есть так, очень что? Ну, почему нет-то? Она спрашивает, азарожек с кедровой мастер-постередал. Это не то. Можно, а не нужно еще. Мастер-постередал. Аминь. Ага, очень твердая, простая. Он успокаут, азарожек с кедровой мастер-постередал. Азарожек с кедровой мастер-постередал. Хорошо, он бродвин сделает. Так, азарожек с кедровой мастер-постередал. Дорогу, сестры, дорогу! Да можно, можно. Нет. С молодым братьям. Да год он, молодой еще. Нет, вот, вот, вот. С фальчиком, я делаю. А Адруша? Да, Адруша, да ему некуда. Пусть семечки щелкать. На досуге. Скажи, я бы не знала. Нет. 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 Нет.